здорово на связь шамшурин и в гуме и очередное видео вопрос-ответ это же насколько я помню эпизод 4 вот значит прислали много вопросов с того раза когда последний раз мы тут снимали весной сейчас вот недавно с этого видео начать поехали времени выбирать вопросы не было поэтому если какие-то я прочитаю скажу что ребят нет не сегодня то не обессудьте значит первый вопрос расскажи о негативных сторонах своего пикапа были случаи когда на тебя наезжали из-за того что ты попортил в кавычках чью-то девушку и так далее как ты их разрулил интересно знать об опасных конфликтных событиях которые происходили в твоей голове как жизни пикапера ты смотри однозначно надо понимать что может случиться всякое да да тем более если ты делаешь вещи которые социально не совсем приняты ну например там знакомишься при маме там при папе не знаю при бабушке при при парне еще что-то но если будешь постоянно думать о конфликтах то ну ты их все в свою жизнь притянешь то есть как бы я уже снимал видео о том что делать появился и парень но если короче какой-то косяк или конфликт самое главное помни что вообще-то ну несмотря то что мы живем в россии здесь может случиться всякое но так или иначе в городе тебя наверно не убьют были моменты да когда там мужичи это там были то есть был момент когда вообще в макса красочкина допустим стреляли при нас в клубе аура в самаре из травматик выстрелили ему в лицо и у него если кто-то там замечает сейчас есть такой шрам как бы но вот такая ситуация произошла в на нас кидались с травматиком чуваки как бы на набережной в самаре были в общем разные ситуации но как бы каждую конкретную ситуацию надо разруливать отдельно самое главное ты не должен борщить как бы если ты будешь перегибать палку естественно то тогда ты можешь сказать будешь виноват не так давно в атриуме у меня случился такой случай когда я подошел девушки что-то начали говорить вот и ну что-то говорю хорошая она читает чувак там ты что на ты там что-то ну это какой-то такой вот бред наш и соответственно я понял что я дальше не общаться не хочу вот но как бы горла на все давай поднялся наверх на третий этаж там подходят какие-то два взрослых мужика до начинают меня прессовать и не начали хватать я говорю бери руки короче чем не хватаешь в итоге читать один выебался говорил там ты че себе позволяешь ты на там тыкаешь нашей женщине то есть ну а них можно сказать что настолько их задрочил их собственная женщина что они стали при этом неадекватные ребят ну это как пример того что может случиться всякое ну и что как бы там в некоторых случаях проще извиниться искать там ребят все извиняюсь там всего хорошего всех благ молодая красивая дабы не создавать конфликтных ситуаций иногда бывает чем это яйцо и ты думаешь блять меня там незаслуженно короче напрягли но опять же тема такая для отдельного видео короче давай не будем на ней заострять сейчас много время внимания вова где найти такого друга как ты ты офигенный человек я не знаю мужик то есть мне кажется найти хорошего друга это то же самое что найти хорошую девушку это реально очень как бы ну не так-то просто вот насчет того что там офигенный неофигенный у меня есть очень маленькое количество друзей они знают меня с разных сторон то есть я им свое время нервов потрепал тоже поэтому ребят но все мы не без недостатков ищите но я думаю найдете что если девушка тупо наотрез не дает себя трогать под предлогом того что ей неприятно когда ее трогать даже за руку ну смотри если она пришла уже на свидание я считаю да то значит это такой некий знак того что она готова с тобой общаться дальше может быть причина в том что трогающие слишком сразу буквально да там только сел начал трог есть такие да девушки у которых там у каждого свой внутренний мир свои тараканы если те девушка действительно искренне нравится то можно потерпеть немножко да там и начать и трогать попозже то есть это не критично не надо на этом заострять внимание сделать так как ей ну сейчас пока хочется то что они все говорят не надо там мне не нравится это все бред естественно ну как ты не нравится да но если у нее прям какая-то жесткая проблема с этим пока не торопись но это если девушка нравится меня вот недавно был случай когда я познакомился девчонки на улицу такая прикольная что-то зацепила пойду думаю на свидание прихожу на свидание она была такая на когда знакомился вся такая секси она приходит там в кедах это рваных джинсах хотя мне такие девушки нравятся но не в ее случае не накрашенная какая-то вся там убитая блять я говорю все давай руку погнали она нет типа что-то я руку не даю я понимаю что в принципе нет ну как бы она не нравится мне от нее уже ничего не надо еще и такая фигня с ее рукой я подумал что сейчас буду сидеть тратить время и напрягать и заставлять себя то есть и какая-то блять не знаю обычная тёлка строить себя королеву и в общем я его отвел в кафе посадил за столик потом сказал что ты знаешь я вообще-то наверное пойду потому что мне стало неинтересно встал ушел как-то так значит по поводу следующего вопроса чем меньше а вопрос чем меньше девушку мы любим тем больше нравимся мы ей так ли это почему развернутый ответ пожалуйста чувак но я могу бесплатно тебя продиктовать тренинг даже здесь да но я не буду это делать потому что тренинги платные вот да это так но как бы насколько это понимать то есть если если ты хотя бы посмотришь видео которое называется конференция лето полное секса у меня на канале она в свободном доступе там есть такая штука про животных про морских котиков то есть даже этот рисунок оба объяснять что в этой в этих словах есть истина это не значит ты должен ее чморить там и так далее ты самое главное чтобы ты не опускался до подкаблучник и ну как бы не был для нее каким-то мужчиной на побегушках таких мужчин не любят вот и что касается почему например это происходит потому что короче девушки они с самого детства особенно красивые девушки и самого детства они перенасыщены каким-то позитивом да то есть вот мальчик он рождается тому 35 лет он там бегать что-то играет футбик ну и бегать и бегать да там но фиг с ним носится и носится разъебал там что-то не знаю этого тата а девочка как правило милая красивая там платьишки бантики все дела приезжают гости бабушки там соседи то есть и все тому типу ти какая-то там с такая то есть они все говорят какие-то хорошие вещи все делают какие-то такие там подпрыгивания типа вот она у нас такая раз такая в принципе девочки они с детства я имею ввиду каких-то красивых избалованных в основном там из там из состоятельных семей есть девушки до которым приходится пробиваться в жизни самим и я искренне их поддерживаю хочу чтобы у них все получалось потому что таких к сожалению немало вернее ну к сожалению таких довольно много да вот и в общем суть в том что девушку с детства впить просто пичку позитивом и все остальные то есть она вырастает в школе то же самое там в институте тоже самое на работе тоже самое и прощают косяки там потому что она девочка а когда ты показываешь ей что ты с ней общаешься как бы не пресмыкаясь перед ней не может быть говоришь и какие-то там вещи которые не совсем понравится какой-то антикомплимент или что-то еще это может зацепить не всех но некоторых да потому что ты даешь ей эмоцию такую что вот ты не такой как все ну там еще долгая фигня долгий рассказ про инстинкты бла-бла-бла но чувак ты видим это задавший вопрос по поводу чем меньше мы любим девушек тем больше нравится бы ей ты видимо просто открыл канал от балды посмотрел одно видео посмотри все мои видосы как бы или хотя бы половину из них значит следующий вопрос ситуация такая познакомился с симпатичной девушкой в вк сразу же узнал что у нее есть парень интересно как ты узнал она написал или ты сам спросил если сам спросил то это очень нехорошо но в другом городе тем не менее вытащил ее погулять брал ее за руку под конец по обнял не отмораживаюсь тоже видимо хотел обняться у меня цель 1 притащить его общагу посмотреть фильм у меня вообще уже намекнул подскажи что делать чтобы было бы все грамотно посмотри про парня она сказала естественно чтобы как бы сложить себе ответственность бы повысить свою значимость в твоих глазах что типа я не вот тебе у меня есть там мужчина если пришла если все там ведется дает себя трогать ну значит как бы какой вопрос приглашающие на очередное свидание заинтересовывающие больше больше к 6 нос еще больше доверия разрешаешь себе по максимуму возбуждаешь уже там в кафе потому что для того чтобы девушка пошла к тебе домой она должна быть уже как бы возбуждена где-то в месте свидания и ну как бы тащишь ее к себе в общагу то есть как это делать более детально я сейчас просто не смогу тебе рассказать причем моем желании потому что это реально программа целого там не знаю часа или двух вот значит самое главное то есть то что ты написал это ведь о том что все нормально надо действовать если ты сейчас как бы где-то прощелкаешь клювом как говорится да то можно девушка потерять следующее если я вижу что девушка говорит не то что чувствует как поступать в такой ситуации в общем познакомиться с девушкой у нее еще не было отношений сразу короче буду комментировать твой вопрос еще нет не дочитав его если я вижу что девушка говорит не то что чувствует чувак ты не можешь это увидеть даже я с моим там уже восьмилетним даже больше опытом не всегда могу прочувствовать то что как бы она чувствует и то что она говорит как бы поэтому эта иллюзия ты себе придумал мужик что ты там вижу видишь что она не то что чувствует то есть все херня значит в общем познакомиться с девушкой у нее еще не было отношений это она тебе сказала да они вообще говорят там что не любят секс там что тот и сета там 3 10 или что-то и гинеколога сводил там посмотрел на пирожок и он сказал да я даю констатацию что это девственница мне кажется что ей просто интересно что будет дальше с ее стороны я не чувствую какой-то привязанности ко мне или беспокойся за мои чувства как будто ей интересен только сам процесс как что-то новое стоит но а ты что хочешь чтобы ну скорее всего секса не было чувак то есть тут скорее всего ты человек далекий от пикапа судя по вопросу и ты что хочешь чтобы она тебе говорила боже я тебя люблю дано даже после секса тебе не сразу такой может сказать вот как будто интерес только сам процесс стоит ли показывать девушки свои чувства потому что мне было бы приятно услышать что-то от моей девушки в плане как она дорожит мной что ей все нравится так далее чувак но я считаю стоит показывать свои чувства если у вас был секс и вы уже какое-то длительное время общаетесь если хочешь да конечно но эта проблема и ошибка многих мужчин то что они они пытаются как бы они хотят от женщины сразу на первых стадиях общения увидеть какое-то подтверждение что я вот твой самый лучший мужчина там и так далее это все как бы но не происходит так быстро мужик привет вова ситуация такая девушка хорошо реактит беру телефон вызванию договорились о встрече на следующий день завтра она звонит за пару часов до свиданки и сливается работа родители задерживают сильно в общем такие отмазки которые хрен обойдешь и такая вот ситуация довольно часто происходит в чем проблема спасибо смотри но первое значит как бы не до конца заинтересовываясь потому что но не настолько если заинтересуешь настолько сильно то девушка как бы отменит какие-то дела ради тебя значит есть косяк в том что где-то неправильно знакомишься то есть что-то не додаешь во время знакомства второй момент что если ты пишешь она сама позвонила и сказала что типа я сегодня не могу это год о том что либо все-таки ты не совсем безразличен либо девушка хотя бы воспитанная потому что зачастую бывает такое что договорились на встрече все нормально там приходишь а она просто это ее нету и звонок и не отвечает телефон и так далее ну клиенты иногда говорят меня таких вещах я по молодости было и такое тоже значит проблема в том что какой-то косяк с заинтересованностью такая ситуация довольно часто происходит но вот значит надо работать над тем чтобы заинтересовывать девушку привет владимир гулял с девушкой встреча была спонтанной только познакомились долго рассказывать мы общались я ее трогал все дела когда я пытался взять ее руку она не давала говорила зачем после этого я все равно несколько раз пытался взять и за руку все равно реакции никакой строго убирал руку с моя ладонь что делать в такой ситуации что говорит спасибо я об этом уже сказал ребят если как бы но такая критичная ситуация но я как скажу так ты можешь не трогать девушку за руку на через час после начала свидания трахать и пальцем то есть рука это не показатель но если она колом стала к там с этой рукой там рогом уперлась значит но не торопись и трогать значит встречаюсь с девушкой три недели зашла речь о том кто в отношениях должен доминировать а как она вообще могла речь об этом зайти мне кажется если ты изначально правильно знакомишься да правильно там себя позиционируешь в принципе это речь не должна зайти ну об этом что вы там решили сесть и обсудить так давай короче обсудим кто будет доминировать да ты кто будет мыть посуда кто будет мыть доминировать я и сразу сказал что мужик главный объяснил что так лучше для отношений знаю что у него в семье доминирует мама значит скорее всего я так же воспитывает согласен возможно так вот после нашего разговора настало стало быть все больше как бы занятая на все навсегда пьяни всегда перезванивает короче сливается делает вид что это мне больше нужно мне больше нужно подскажи что делать спасибо ну короче чувак однозначно если бы ну девушка с тобой встречалась просто вот как потому что больше не с кем было ну ты же тоже бывает там трахаешь какую-то девушка только потому что пока вот другие не дают да это вроде дает то есть ну вынужден с ней куда-то ходить в кино и так далее то есть тут та же самая ситуация ты где-то в начале уже прокололся потому что в принципе эта тема не должна была бы даже зайти еда возможно его воспитываются с точки зрения что типа женщина главное но есть такая штука как инстинкт и если она найдется мужика который будет сильнее и главнее ее она все равно расслабиться и отдастся ему как бы здесь косяк начиная с самого знакомства и заканчивая отношениями я не спрашиваю был ли секс или нет скорее всего не было чего я же угадал вот потому что если бы он был и был бы нормальный то такого бы не не случилось так здорово мужик расскажи пожалуйста как ты продвигался в пикапе в начале своего пути в первые полгода или год после того как ты прошел тренинг бла-бла-бла в общем в общем про начало свои смотрите ребят я никак не выберу время чтобы снять такое автобиографическое видео я обязательно это сделаю возможно это будет там в течение лета то есть потому что там до хренище есть что рассказать и это будет видео там часа два два с половиной продолжительность я сейчас просто иногда намечайся про чем я вам рассказать потому что как бы рассказать очень много чего есть на самом деле даже была куча обломов куча чего-то там того сего третьего десятого это было не только в ка в начале карьеры как бы это было и там и дальше то есть вот плюс момент что я уже говорил что сейчас я пишу свою вторую книжку то есть такая что я хочу чтобы эта книжка вышла в тираж и она была именно печатная да то есть именно бумажная как бы и она выйдет где-то наверное дай бог декабре я надеюсь этого года и там будет все подробно написано то есть это очень долгая тема ребята этот рассказ значит что делать тима потом пожрем да очень хочу жрать что делать когда девушка опаздывает на свидание заранее спасибо смотри значит вот там я отвлекся тут пара короче прошла интересная то есть тут вопрос такой готов ли ты ну как бы насколько она опаздывает во первых дать она пазать на 15 минут там то если опаздывает на час то это разные вещи да по поводу опоздания у меня тут илюха недавно занимался ну как бы соблазнил девушку да и он на первое свидание опоздал на час блять вот это вообще трэш что чувак опоздал на час на свидание она его дождалась когда он пришел на сказку демонстративно его ждала она сказала что короче ты охуел вот там высказала ему все что короче хотела высказать и ушла потом она каким-то чудом вызвали вас на второе свидание но самый интересный прикор что когда я ему тут звонил недавно и говорю как дела он просто орет говорит Вован говорит ты не поверешь я опаздываю к той же девушке до свидания уже до полтора часа ну короче в итоге не важно что там было дальше это кончилось сексом но она наверное подумала что вообще охерел парень это тоже некий крышеснос что чувак делает вот так вот блять но он это делал не специально значит если девушка опаздывает тут есть такой момент некоторые парни любят что-то из себя построить то чем они не являются и когда она приходит начинают ты чё там ты знаешь что я тут не жду бла-бла-бла то есть чуваки ну когда вы выебываетесь криво да как тимати там что-то где-то пел типа хороший понт чат что-то голимый понт какой-то не важно короче ребят если уж вы дождались девушка то ну можно не выебываться да блям я все пытаюсь тучиться ругаться матом потому что сейчас закон о блоггерах вышел и блин чтобы не запикивать но мы не будем запикивать и выложим так то есть если что дождался ну как бы значит дождался это твой выбор поэтому но можешь сказать типа слушать ты прям такая быстрая но не надо наезжать там с привет претензиями вот если ты понимаешь что ты не хочешь ждать по каким причинам это не самая лучшая девушка ты так встретился положь других не было еще что-то напиши смс типа чего этом слушай я тут тебя уже жду 15 минут и скоро если ягод там я еще там не скоро ты глядь давать так почему я тебя жду там столько-то если тебя нет я ухожу здесь надо сдержать свое слово если ее нет за это время ты реально встаешь и уходишь даже если видишь как она паркует машину через дорогу ты встаешь и уходишь потом в 70 процентов того что девушка сама вызванется как бы что там прошло такое с губами девушка сама вызванется и возможно пригласить я сама на свидание то есть так что как то так по поводу опозданий так привет такой вопрос что дело в том случае когда девушка при знакомстве на первом свидании говорит что не любит когда я трогают и без этого никуда ну слушай ее задача свалить себя ответственность еще естественно что она обманывает тебя тут как бы недавно что-то я где-то прочитал когда парень начнет трогать девушку да она говорит что что ты собираешься делать блять угадай значит а нет она у него дома он начала возбуждать садим и что-то собираешься делать вариант а кто хочет стать миллионером вынуть тебе почку вариант бы заняться тобой сексом вариант c я хирург и хочу поставить и диагноз варианта дэну клюблять то есть они такие с этим давно пора смириться но есть один принцип да никогда не слушай девушка смотри за и реакцией если она пришла на свидание с ее трогаешь она при этом не уходит да ну просто естественно не хватаю сразу там за сиськи то есть чуть делать правило трех нет есть такое у нас я о нем где-то уже говорил сделал попытку откатился назад сделал еще попытку там и так далее то есть ну как то так проявлять настойчивость но как я уже говорил там видосы про свидание что нужно научиться трогать ее так чтобы останавливаться прям за секунду до того как девушка скажет все хорошо там ну пока хватит когда ты этому научишься это будет высший пилотаж то есть какие-то азы этих техник я даю на своих живых тренингах то сейчас к сожалению тоже ну или счастье не буду об этом рассказывать привет такой вопрос что делать в том случае когда девушки а это я сейчас читал значит вова дай задание которое нужно выполнить на свидании с девушкой для саморазвития ну как-то вот вопрос какой-то свидание саморазвитие что-то одно с другим не вяжется для прокачки себя ну там самое ну лайтовое какое-то задание попросить чтобы она за тобой поухаживала в плане там тебе наливала часть скажи я очень люблю когда девушки это делать что-то может быть тебе накладывал еду там если вы едите как вариант можешь если это первое свидание только тогда этот это задание актуальна можешь сделать так чтобы оля да привет ритчка не 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 выключайте сейчас повиси секундочку прям 30 секунд значит смотри чего говорил важное пусть она заплатит за твой чай или что-то в этом духе то есть но как-то так еще подожди секунду оля оля смотрите дочь моя то есть я сейчас пока работаю вот потом я созвонюсь с саньком он собирался сегодня как бы тим не вырубай чё-то это были он собирался там что-то тачку обмывать или чё-то вот смотри в общем в любом случае как бы но если мы увидимся да то ну скорее всего да ты это будет ну там куда позже сколько сейчас времени 7 ну я думаю либо это будет часов в девять в десяти либо это будет часов в одиннадцать но потому что я пока не особо не освободился давать тогда так то есть если чё ты сегодня ко мне да ты у меня сегодня чушь все давай а то сейчас люди подумают что-то вы выпендрившись на камеру я снимаю просто видео вопрос-ответ давай речка связь я перезвоню волода вовка привет спасибо за видео вопросы ты был а ты болел чем-то отделок не ну вообще как бы каждый ваш личный себя мужчина должен иметь такой опыт я пару раз лет в двадцать там 23 наматывал себе на хобот так и не очень приятные штуки потом помнишь меня совершенно не было денег то есть я как бы пошел какую-то клинику где меня разводили на те бабки это тоже кстати часть рассказа о том что было со мной в молодости ребят мне очень хочется поделиться потому что было очень много всякого вот там я их не долечил они дали какое-то осложнение то есть там было дофига чего потом я себе зарекся что я никогда больше не без презерватива не буду заниматься сексом с девушками короче нарушил это словах причем самое интересное что как бы многие параноид что-то по какой-то спит еще что-то ребят вообще не выходите из дома потому что это выйти из дома вдруг вас переедет камаз а вдруг вы съедите гамбургер плюшку в макдональдсе она окажется блять отравленная потому что сам джордж буш короче они кто там обама простите простить сам обама короче лично отравил ее чтобы хоть один русский сдох там ну и прочая хрень короче то есть ребят предохраняйтесь включайте голову то есть я к тому что я второй раз намотал на хобот от девушки с которой встречался где-то полгода и это была такая прям прикольная прикольные отношения то есть получилось так зачастую бывает такое что женщины являются переносчиками каких-то там несущественных заболеваний но они могут вызвать дискомфорт у мужчин да и потом дальнейшее осложнение поэтому их надо лечить чувствуешь себя на консилиуме врачей вот и как бы ее это не беспокоит пока она с этим ходит как только ты перенимаешь через микрофлоры это на себя да то получается у тебя какой-то несросс начинается в организме ну ребят да но включайте голову просто но не бойтесь как говорится не бойся то сбудется как быть с девушками которые сами себя отшивают по причине низкой самооценки чувак вопрос попахивает даже вода тима сделал вот такой вот это самое жест его это не только мое мнение вот это мнение уже как минимум человек вопрос попахивает тем что ты слишком дохуя себе думаешь и скорее всего там тебе не дают девки то есть который тебе нравится из искренне они ну и ты нашел себе более менее логичное объяснение я слишком охуенный доник суши с другой стороны с точки зрения экологичности и сохранности своей самооценки если ты в это искренне веришь что я тебе завидую есть такие люди которые говорят что блядь значит он вот у меня друг саш такой он искренне себя любит настолько что я всегда над ним офигевая если чуть не срастет с какой-то девкой он однозначно слышно она тупая вообще то есть дать она еще видела с кем она то есть я блядь на меня и на нее ваван ты чё посмотри блядь причем если кто-то говорит это не искренне а попытки защититься то случай с ним это блядь у него талант да простите за мат ребят значит следующий вологе расскажи как ты быстро в кавычках расставишься с девушкой после секса что ты говоришь 9 об этом я уже говорил в какой-то там из своих там предыдущих телепередач и поэтому сейчас я рассказать об этом просто не буду и чувак опять же но быстро я не всегда быстро скорее меньше секс секс реже чем раньше и свидание реже чем раньше то что я больше работаю и ну иногда я смотрю на девушку мы ну да я бы как бы там пообщался полноценно данного у меня нет желания сидеть и что-то выдумывать там и так далее мужик об этом я уже говорил не хочу сейчас об этом вова как бы ты себя вел если бы девушка пришла на свидание с подругой вот хороший вопрос для начинающих ребят там особенно молодых потому что это такая черта характерная то есть ситуация которая характерна для малолеток были такие случаи да то есть если она пришла с подругой ты говоришь слушай привет там привет и тебе как бы а что за фигня собственно говоря да происходит дать им положи камеру спокойно но и попить чаще ты как это меня не обязательно видеть здесь меня главность положи на диван там не знаю выпить чай вон на сумку меня будет видно бля ребят нам некогда пожрать даже в этот просвидание какие-то говорите значит морить пришла не одна я бы сказал так слушай все классно это офигенно что ты с подругой ну может быть даже это говорить не при подруге отвести свою сторонку сказать подожди уважаемый крокодильщик сейчас я подруга прикольная то наверное ты бы сильно не парился скорее всего подруга не очень а вот и возможно она хотела групповой если подруга не очень ты отводишь свою сторону и говорит ты знаешь все очень круто единственное что я не люблю групповой секс именно так говоришь не бойся и потерять после этой фразы вообще ну девки кстати нормально реагирует на эту фразу на удивление тоже многие парни думаешь я сейчас я об этом скажу она сольется вот я пригласил тебя пообщаться вдвоем что за детский сад я хотел бы пообщаться с тобой давай мы сейчас твою подружку отправим куда-то погулять и и останемся вдвоем я бы сказал так если она не приемлет общение без подруги но это реально клиника это детский сад то есть поэтому ну короче если бы быть кратким то в дальнейшем вашем общении если это так называть как говорил роман трахтенберг покойный когда он упоминал российской телевидении я кстати с ним согласен в этом он говорил когда слова телевидение российское употреблял всегда говорил прости господи российской телевидение российское прости господи телевидению то что но действительно ли не это бред тут тоже самоеkat и то что дальше будет эта девушка назвать отношениями то я в сказал прости господи поэтому чувак если а такая лучше это избавь сам себя сразу от От общения с такой девушкой Владимир Володимир, это наверное украинец Пишет какой-то, парень с Украины Обсудите тему аналогии пикапа и серьезных отношений Стоит ли начинать серьезные отношения С девушкой, с которой ты переспал на первом-третьем свидании Вот если я понял, что такая Знакомая девушка интересует тебя С точки зрения серьезных отношений Так как она вправду очень милая, хорошая Интересная как человек Тут стоит действовать не по модели По модели пикапа или нет То есть не перезванивать второй раз Делать ближе дальше, сразу возбуждать и прочие методы Или просто быть собой, делать то, что хочешь Ведь ты часто говоришь, что нужно не тормозить И много трогать, чтобы девушка не думала, что ты тормоз Если мне именно с ней интересно общаться на разные духовные темы Короче, смотри, ладно Очень клевый вопрос Значит, стоит ли начинать серьезные отношения С девушкой, с которой ты переспал на первом-третьем свидании Смотри, чувак, еще раз У парней, как и у девушек Зачастую нет логики Как ни странно, много реально просто додиков То есть мужчина, это как бы должно ассоциироваться с тем, что вся ответственность на тебе Об этом я уже говорил То есть смотри, какая суть Что многие парни как считают То есть как бы дала Дала, я подчеркиваю Забудь слово дала вообще То есть есть слово взял, не взял Дала на первом свидании Шлюха Не дала Дура, тварь, там, прошмотовка Не знаю, то есть Как бы, а где логика тогда, парни? То есть вам что надо? Дала вам не нравится Не дала вам не нравится То есть нет доступных и недоступных женщин Есть мужчины разные Кого-то сейчас тошнит от мисс мира Он лежит с ней в обнимку и думает Бля, вот та уборщица С лицом как у мартышки Но с такой классной жопой Бля, вон она прикольная Но мне придется опять заниматься любовью с этой Бывает и такое А кто-то сейчас смотрит на девушку в метро Там, не знаю, средней паршивости, как говорится Да, на любителя И думает Боже, мне никогда не быть с такой То есть Быстрота секса никак не связана с серьезностью отношений или нет Если тебе повезло так, что девушка вот так вот Красивая, хорошая, качественная А не какая-нибудь там подзаборная, да С ней случился секс на первом-третьем свидании Радуйся, чувак, это твоя заслуга Это ты охеренный А не она шлюха Ну, во всяком случае, для нее ты охрененный Второе, значит, здесь вот Если понял, что какая-то знакомая девушка Интересует тебя с точки зрения серьезных отношений Она милая, хорошая, бла-бла-бла Тут стоит действовать по модели пикапа или нет То есть То есть не перезванивать второй раз Сделать ближе и дальше Слушай, если ты Хочешь, периодически вставляй какие-то пикап-штучки, да То есть о них тоже не надо забывать Они работают Но тут и ты дальше пишешь Что нужно не тормозить, много трогать и так далее Девушка подумала, что это тормоз А если мне именно с ней интересно общаться То есть или быть собой, короче Но при этом лучше с самого начала быть собой Но собой как? То есть Это ничего общего не имеет с тем, что ты не можешь ее потрогать Там уже пятое свидание, потому что ты считаешь, что ты ее сольешь Это не собой Заглядываешь внутрь себя Что мне хочется сделать? Мне хочется взять ее за руку Берешь и делаешь Вот это быть собой, чувак Не обманывать себя в первую очередь Это быть собой Вот это быть собой Вот Если именно с ней мне интересно общаться на какие-то духовные темы И не торопить секс Да, я тебе вот что скажу Мне самому сейчас мечтается И такие девушки попадаются, но редко И что-то вот хочется найти свою Я реально в суперактивном поиске своей девушки Если бы ты знал, что я делаю сейчас для того, чтобы Что такое, Тим? Что микрофон? А Спаль Вот, значит О чем я говорил Суть в том, что, в общем, как бы Секс на первом свидании – это круто Но Если Как тебе объяснить? Блядь, слишком много всего отвлекать То есть Если Тебе с девушкой хорошо Илюха Скажи, я сейчас перезвоню Если с девушкой тебе хорошо, то Это наоборот кайф, да То есть Когда ты с ней гуляешь Понимаешь, что секс он так или иначе будет, да Но вот Мне самому в последнее время хочется не такой вот первой свиданки А хочется трех свиданок, четырех свиданок Когда я Кайфую с ней И когда у меня потом с ней, с этой девушкой, происходит секс У меня уже ощущение, как будто я ее тысячу лет знаю Как будто она какая-то родная И он намного эмоциональнее То есть как бы душевный трах так называемый, да Вот И мне очень хочется сейчас такую девушку Мне хочется, чтобы, блин, она была самая лучшая Я реально в поиске ребят То есть Ну как бы Пикап это давно моя работа, а не образ жизни Да, я с кем-то там по инерции занимаюсь Сексом, соблазняю Но я четко знаю, что я хочу И это вопрос времени Я знаю, что она придет уже в этом году Я делаю для этого очень много Именно внутренние работы Все эти динамические медитации и прочее Ладно Не отвлекаемся То есть Короче, это круто, когда ты не торопишься с сексом Но Ты должен четко ей дать понять Причем через кинестетику в том числе Что ты Сейчас не занимаешься с ней сексом Не потому, что ты додик Который боится ее потрогать А потому, что тебе сейчас хорошо Это произойдет само собой Поэтому, значит, периодически Ты должен ее там трогать Как-то возбуждать Ну не лезь куда-то Говорить ей на словах Что ты знаешь Я буду делать тебе там такой-то массаж Показывать, как ты будешь покусывать ей позвоночник Но не переходить дальше Возможно, даже целовать ее Какие-то там шеи, ключицы и так далее Но не целоваться в губы То есть Как бы Здесь такая тонкая грань Ты должен Кайфуй Просто от того Что ты с ней рядом находишься Но обязательно Не забывай показывать То, что ты не долпет Не какой-то там Дрочер То есть Ты человек, который Может с ней заняться сексом Тогда, когда он захочет Просто ты с этим не торопишься Вот какая-то такая тонкая грань Это такой момент Его надо расписывать очень долго На самом деле Значит так Вопрос такой Как открыть сет из пяти девушек Более в клубе Чувак Я не буду сейчас рассказывать Про клубные соблазнения Я вообще не сторонник этой херни Хотя Как бы Сейчас активно работаю Именно над сугубо Клубным тренингом Чтобы это был не вечер Там какой-то А именно Прям несколько занятий В клубе На самом деле Все проще И когда начинают люди Выпендриваться Что я сделал фаст В клубе Это не фаст, чувак Фаст, но в клуб Фаст Когда ты на улице Познакомился с девушкой В принципе Сеты открываются Там неважно Из скольки человек То есть они открываются Примерно одинаково Единственные Я тебе могу сказать Как Допустим Есть такой вариант Интересный Но ты не будешь Этим заморачиваться Как очень круто Можно Зазнакомиться С прикольными чуваками Да С какими-то Когда ты один И еще Зацепить себе девушку То есть Ты подходишь К какому-то столу Где тусуются Вот именно Сняли из зоны Вип Какие-то чуваки Там такие молодые Прикольные В плане Там Ну как бы Не бедно выглядят Да Как-то что-то общаются Стоишь с ними За столом Где-то рядом Недалеко от них И что-то Пробрасываешь Несколько фраз То есть Начинаешь с ними Коммуницировать Если они идут На контакт Говоришь А Хотя что я говорю То есть Ты должен быть Тренером По соблазнению Чтобы так уметь делать Вот То есть Да Чувак Я прогнал То есть Как можно сделать Да Если ты крут Если ты прокачан Ты говоришь Ребята А хотите Я вам девчонок Наталплю Что-то вы тут Одни сидите Давайте это Не парьтесь Я все беру На себя Они говорят Да давай Чувак Какие нравятся Схерак И наталпливаешь им Этих девчонок Девчонки пойдут Больше шансов Потому что Они видят Что те чуваки Крутые Потому что Они сидят В вип-зоне Да То есть Там уже есть Какое-то Социальное доказательство Что они круче Чем те Которые толкутся На танцполе Подтягиваешь им Девчонок Одни Другую Третью Разных Они начинают С ними общаться Себе пока Никого не приводишь Вот То есть Они соответственно Там с этими Девчонками Заобщались Там какой-то Идет коммуникация И прикол в том Что эти все чуваки Будут по-любому Хвалить тебя Перед этими девушками Они будут говорить Вот Короче Нормальный чувак Тут к нам подсел Все дела Привел нам вас Там Ну все такое Там Как бы Там будет Очень интересный Процесс Происходить Потом ты пойдешь И найдешь девушку Себе Потому что Так же По такому же принципу Она увидит Что там Несколько человек Им хорошо Им классно Притащишь ее к себе И задача Немножко отморозиться От нее Вот эти парни Будут Рекламировать тебя Перед этой девушкой Скорее всего Невольно даже Говорить Какой ты клевый Как зашибись Что ты появился Вообще круто Давай с тобой бухать Они даже Может быть Не словами Они вербально Будут показывать Это Чувак Давай Мы тебя нальем Слушай Что тебе заказать То есть Это все тонко Чувствуется женщиной Потому что Она думает Нихера себе Что за чувак Когда ему это Тут все эти парни Они короче Реально Хотят чтобы ему Было хорошо Вот И девушка Которую ты привел Она однозначно Тобой заинтересована И ты немножко Еще отмораживаешься Показываешь Что ты немножко Ну вот Как бы Тебе все равно На нее И короче Вечер тебе обеспечен Чувак Ну это короче Сложная система Ладно Это одна из фишек Которые я даю Во время клубного соблазнения То есть Сейчас об этом Говорить не будем Значит Вова Как устроить Групповуху Или Или двух девушек Не скажу Слушай Ты сейчас Короче Пытаешься Выводить у меня Бесплатную информацию С мастерского тренинга Да С моих Личных индивидуалок То есть Ну там довольно Долгая история То есть Опять же Значит так Ща Я просто договорился С девушкой Если получится Мы решили так То она придет Если нет То нет Я хотел посмотреть Что же там за звезда Такая будет Вот Значит вопрос Здорово Один забавный вопрос Сделал ли ты Когда-нибудь Подходы к красивому Сотрудницам полиции При исполнении Если да То как это было Алло Олечка Здорово Нет Скажи еще раз Слово Да Короче Смотри Да Просит поставить Громкую связь Нет Короче Мои друзья Тут это рядом Сейчас я отойду И Это самое Сейчас погоди Я отойду Смотри Значит это Ну что у тебя Какие планы Ну что я дома Не ну мы как бы Решили что Что ты Где-то там К полдевятому Сможешь подъехать Центр Да А ты не сможешь Заехать А тут вроде Не пьешь За рулем Ну если это Не в тундру То смогу заехать Если что Если это Не на Камчатку Не на Чукотку И не в тундру То смогу Не Короче давай Короче давай Полдевятого На шатре С тебя Какой-нибудь Нереально красивое Платьишко И шпильки Ну и насчет платья Не знаю Я думала Удить брюки Ну господи Олечка Давай лучше платьишко Мне кажется Это будет Намного круче Ок? Ладно Все давай До встречи Ну и все Давай Значит так Походу Дел будет Свиданка Ну хотя там Короче Девушка Из приложения Да О котором Я тут недавно Говорил Вот Фотки нормальные Не всегда Совпадают С оригиналом Как правило Вот Ну попробуем Встречиться Посмотреть Я хотя бы Поздороваюсь Если что-то Не пойдет Как бы Ну всегда Можно сказать Там извини Пока Так По поводу Девушек При исполнении У меня Было Разное То есть В том числе И был Такой Я помню Случай Когда я Прощелкал Одну Такую Девушку Мы с ней Познакомились Она там Полицейская Типа Тогда еще Была Милиция Потом В итоге Она меня Вечером Пригласила Типа Сама К себе В этот В кабинет Там В офис Хотел Сказать То есть В полицию Я прям Прошел Через Проходную А она Какой-то Наключит В нихера Се Короче Вот это Да Снимается Там Пистолет Кабура В форме Такая Растегивает Две Верхних Пуговица Садится И Короче Прикол Что Там Как бы Была Обстановка Что Был Стол И Кресло И Мое И Не было Рядом И Я Официально Придумал Себе Причину Что Поэтому Я Типа Не смог Там Ее Начать Возбуждать Ну Короче Я Жестко Тупанул То есть Ну Я так Помню Что Она Хотела Именно Там У себя На рабочем месте Заняться Сейс Сексом Вот Ну Я Тупанул И Как бы В итоге Она Слилась То есть Это Просто Случай А так Да Знакомился Но Почему Нет Чувак Явно Что Так Кроме Тебя Практически Никто Не Делал Если Девушка Красивая То Значит Так Следующий Вов Привет Как ты Относишься К бывшим Отношениям Стоит ли Возвращаться К ним Только Желание Если Это Только Желание Девушки Если Ты Видишь С ней Какое-то Дальнейшее Общение Себе Ну Вернись Но Если Ты чувствуешь Что Это Только Ее Желание Тебе Пофиг Ну Зачем Тебе Это Надо Можешь Искать Что Да Мы Можем Встречаться Но Я Буду Встречаться Другими С ними Время Постоянно С одной С другой У них Появляются Вопросы Типа Почему Отключаешь Телефон Хотят Залезть Ко мне В контакт Или В телефон Я Им этого Не даю Что Посоветовать Слушай Чувак Почему То У меня Ни у Одной Девушки Даже Мысли Не было Залезть Ко мне В телефон Если Такая Хрень Будет Происходить Ты Говоришь Жестко Значит Так Если Еще Раз Такая Ситуация Повторится Нам С тобой Придется Расстаться Мой Телефон Мой Контакт Это Моя Личная Я Терпеть Не могу Поэтому Потом Не обижайся А потом Хуяка Поцеловал То есть Ты должен Четко Сразу Дать Понять Что Никаких Лазаний В твою Личную Жить Что Посоветуешь Посоветую Устроить Такую Штуку Чтобы Они Обе Знали О Существовании Друг Друга Найди Знают А тут Как бы Такая Фигня Что Придется С чем То Мириться Если Снайдешь Третью Будет Еще Меньше Времени Свободного Там Или На Других Поэтому Самый Высший Пилотаж Когда Ты Искренне С ними И говоришь Что Ребят Вы Здесь Не Одни Короче Так Что Подпрыгивайте Кто Будет Лучше Сто И Останутся Так Сейчас Ребят Подождите Я Бля Ребят Короче Хотелось Бы Поесть Еще Как У меня Через Час Свиданка Еще Снять Что Привет Вован Ответил Норм На вопрос Правда Считаю Что Если Ты Живешь С родителями То Для Тебя Нереально Знакомиться Соблазить Девушку Чувак Ну Если Ты Мужчина Сними Себ Квартиру Не Знаю У Тебя Нет Денег Иди Заработай Я Понимаю Там Плохо Маленький Город Мало Платит Чувак Самое Интересное Что Я Тебя Понимаю Больше Чем Ты Думаешь Но Самое Еще Более Интересное Что Девкам На Это Похер И Самые Лучшие Женщины Будут Доставаться Самым Успешным Парням Их Не Интересует Как Тебе Трудно Это Далось Чувак Либо Ты Результативен Либо Ты В Жопе Поэтому Смотрите Значит То есть У нас Осталось С 28 По По 58 Вопрос И там Еще У нас Тридцатник Короче Да То есть Мы Половину Сделали Бля Чувак Поход Дел Придется Делать Вопрос Ответ Номер 5 Завтра Ты Считаешь Да Вот Завтра Я Не хотел Ничего Снимать Чувак То есть Это Как Миним Час Мы Сколько Здесь Сидим Час Ну Не Меньше Час Завтра Значит Ну Короче Завтра Послезавтра Надо Будет Снять Вопрос Ответ Номер 5 Или Сделать Такую Херню Типа Чуваки То есть Если Это Видео Наберет За День Тысячу Лайков То Если Сделал Если Нет То Ладно Я Не буду Над Вами Издеваться Я Ж Это Все Так Ну Короче Сейчас Да Ребята Как Я Сегодня Устал Я Я Себе Помечаю Значит Помечаю Вопрос На котором Я Закончил Тима Ты Мне Это Скинешь Мне Тогда В Это Да Сейчас Выключи Пусть Пусть Они Знают Все Подноготное Короче Парни Вот Значит Это Будет Отдельное Видео Мы Не Будем Их Сращивать Наш Это Слишком Долгое Будет Видео Значит Сегодня Вопрос Ответ Номер Четыре Скорее Всего Выложим Его Завтра Уже Наверное Если Успеем Завтра Послезавтра Снимем Вопрос Ответ Номер Пять Куча Вопрос Да Хочется Вопрос 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 Выложим Там Воскресенье Понедельник На Связь Был Шамшурин Не Выключай Пока Тим Я Все Время Забываю Это Говорить Значит Парни Под Этим Видео Есть Несколько Ссылок Есть Группа Вконтакте Значит Расскажу Для чего Она Там Не Важно Что Мы Туда Выкладываем Сейчас Там Сиськи Письки Там Фотографии Моих Обнаженных Женщин Или Какие-то Там Посты С Контакта Неважно То есть Когда У меня Чуть Больше Времени Будет Я Планирую Что Все Так Это Скоро Наступит Я Буду Часто Там Отвечать Вам На Какие-то Вопрос Что-то Еще То есть По Поводу Группа Вконтакте Значит Ребята Самое Интересное Что Ютуб Это Не Совсем Надежный Ресурс В Любой Момент Может Произойти Такая Хрень Что Ну Как Не Знаю Упадет Метеорит И Мы С Вами Потеряемся Что Мы С Вами Не Потерялись Я Хотел Чтобы Вы Все Мои Подписчики С Ютуба Перешли В Группу Вконтакте Потому Что Там Я Параллельно Буду Выкладывать Те Самые Видео И Сейчас Уже Начал Это Делать Плюс Если Не Дай Бог Че Мы Всегда Можем Найтись Там Если Я Куда То Пропаду Вы Ищите Меня В Группе Вконтакте И Я Выкладываю Какие Информации Где Меня Натей Под Видео Ссылка На Группу Вконтакте Заходите Записывайтесь Подписывайтесь Вот Это Первый Момент Второй Момент Там Ссылка На Блог Мужской Блог Точка Ру То есть Это Мой Блог Где Куча Интересных Статей Там Ссылка На Тренинги Там Ссылка На Форум То есть Форум Это Место На Блоге Где Ты Можешь Общаться Сдавать Вопрос И Искать Себ Там Каких Напарников В твоем Горде И Много Чего Еще То есть Все Самые Интересные Ссылки Под Этим Видео Записывайся На Тренинги Продолжение следует